В Хакимяти области прошло очередное аппаратное видеоселекторное совещание по вопросам повышения занятости молодежи и женщин, обеспечения их источником дохода. Данная тема была обсуждена 14 июля текущего года на собрании под председательством президента Шавката Мерзиёева. Глава государства обозначил направление, требующее особого внимания. Это трудоустройство женщин, повышение их общественно-политической активности во взаимодействии с соответствующими организациями в районах и городах, профилактика преступности и правонарушений, предотвращение семейных разводов и решение проблем в семье. В ходе обсуждения Хакимовластер Кинджон Турдымов отметил, что работа, проводимая ответственными организациями по обеспечению занятости женщин, не на должном уровне. Ачык бурна санитареген босэк, туманда хатунгызларны холлап-қуатлайш бойчу алыббареттен işлэрміз, в целом уровне санитареген босэк, туманда хатунгызларны холлап-қуатлайш бойчу. Ачык бурна санитареген босэк, туманда хатунгызларны холлап-қуатлайш бойчу. На встрече отмечена необходимость грамотного использования информационных технологий в работе по трудоустройству и поддержке женщин, быстрому устранению существующих проблем. Также было сказано, что до конца года в области должна быть корпоративная сеть через системы стационарной или мобильной связи во всех махалинских сходах граждан. Ответственным лицам дано поручение обеспечить каждую махалю планшетами для быстрого обмена информацией. Санитареген босэк, туманда холлап-қуатлайш бойчу. На заседании также был проанализирован ход выполнения постановления Кабинета министров о 21 сентября 2019 года о мерах по дальнейшему развитию придорожной и туристической инфраструктуры. Отмечалось, что проводимая работа не отвечает требованиям. Согласно постановлению, заправочные станции, расположенные на магистральных дорогах М39, М37, А377 и межрайонных внутренних дорогах, до 1 марта 2020 года должны были завершить работы по оснащению санитарно-гигиенических узлов, отвечающих требованиям градостроительных норм и правил. Однако, во многих местах этот вопрос не был реализован своевременно и качественно. Были приведены конкретные примеры. Лукимобласть отдал необходимые поручения должностным лицам по оперативному устранению недостатков, выявленных в ходе изучения вопросов повестки дня. Данная тема будет повторно рассмотрена через 15 дней с привлечением общественности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова